А в какую камеру вообще смотреть? Смотрите, пожалуйста, перед собой. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Маша Фокина. Сочойки сериал? Сериалити. Сериал плюс реалити. Каста. Реальные истории столичной золотой молодежи. И вы играете сами в себя. Класс. О них пишут. Мне бы хотелось, чтобы было много красивых девушек. Они – главный генофонд нашей страны. Как это нет сценария? Они – будущие политики, олигархи, короли эпатажа и мегазвезды. Мне же не надо учить слово. Они прожигают жизнь и не думают о деньгах. Сердце тусовки киевской. Им завидуют. Живем так, как хотим. За ними следят. Очень хочется влюбиться. Они обречены на успех. Мне нравится. Я готов. Мы рождены, чтобы жить красиво. Аэропорт. Приезжаю. Стоит Гоша с цветами. Встречает Машу. Приезжаем на стрельбище. Приезжает Гоша с девушкой. Это Таня. Мне кажется, ты плохо обо мне думаешь. Я не буду скрывать. Я пришел, чтобы получить возможность увидеть тебя на сцене. Может быть, я заслужил робкий поцелуй? Я немножко опоздал, но совсем не прийти не мог. Подскажи мне, пожалуйста, сюжет спектакла. Учитывая то, что Лейла мне нравится, я это все немножко проучитель. Возможно, были какие-то сцены, которые тебя особо зацепили. Несколько. На публике мы типа вместе. Кстати, а вот два слона будет шахта. Это будет круто. Слышишь, ну ты не мудак? Было бы неплохо, если бы ты снялся у нас в клипе. Какие люди. Сучка. Мы не встречаемся с Аленой. Мне очень понравилась твоя идея со съемками клипа. Я думаю, что я смогу удержать Андрея. Помнишь, как все популили, популили? У меня на самом деле там связались какие-то отношения с Димой. Пойди проспись. Какие отношения? Распутайся. Ладно, 10 девушек заглохи, и что? Ну люблю это одну. Мне не обойдут же нас. Разумеешь? Я тебя тоже люблю. Помнишь, мы поцеловали с тобой, куда бадят? Пусть все вокруг все понимают, одна ты будешь делать вид, что все хорошо. Ну ты понимаешь, у меня такая ситуация, что я уже 6 лет с Лейлой. Я устала за тобой бегать. Так что до свидания. Сейчас искать кого-то, на кого отвлечься, зачем я с тебя и с Машей. Да не парься ты, ладно, Валера, не Валера. Маш, пойдем поговорим с тобой. Леша. Он хотел поговорить с Машей. Может, ты попробуешь сначала? Сан, ты видишь, что все напрягает? Мне Валера объясняет, что у них с Машей отношения. У нас с Машей тоже что-то завязывается. И я это приехал высадить. Вот и все. Я не выбираю компанию тебе, скажу тебе об этом. Ну ты как общаешься с Лешей, не вопрос. Ну что, Танечка, включаем все свое обаяние и добьемся нашей цели. Валерочка, привет. Привет. Ты что здесь, занимаешься так поздно? Да, привет. Приветик. А ты что так поздно? А у меня так получилось сегодня. Даже не знаю почему. Я обычно занимаюсь днем, а сейчас что-то вот прям не знаю. Как-то захотелось. Очень сильно сегодня поздно меняется. У меня тоже ситуация. В лесу было после пикника. Разборочка. А что было? Да, мы там повздорились с Димой. А вы что, дрались? Ну, не совсем, но шло к тому. Ого. Так ты агрессию свою испытываешь? В зале, конечно. Ну, чтобы на людях не вымешать. Ну, если тебя разозлить, то можно потом тебе найти в зале, да? Понятно. Ну, Лерочка, в общем, у меня к тебе есть одно предложение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот твоя ситуация, в общем. Ты Валерчику только что врезал? Да нет, при чем тут Валерчик? Я просто злой на Машу более, понял, чем за Валеру. Валера тут ни при чем. Я не понимаю, Маша не прошло и там дня, она уже с Валерой, понимаешь? Зато у меня с зайцами это как-то не очень приятно. Я понял. Не, ну я с Наташей тоже поссорился. Благодаря тебе. Не, извини, ты как мне друг сказал, где вы находитесь, ты должен с ней поговорить. Она теперь трубку не берет, ты виноват. Вот на тебе! Вот это тебе, старик. Больше так не делай. Давай вообще по-настоящему. Раз собрался уже, то не погрузишь. Да ладно. Ну а что ты думаешь делать дальше с вашими отношениями с Машей? Я не знаю, буду ее подвоевывать. Покажи еще разочек, как ты хочешь ее добиться. Не хочу. На тебе еще разочек за то, что я с Наташей поссорился. Слушай, Диман, я сейчас по телефону поговорю и вернусь. Хорошо? Давай. Давай. Алло. Алло, Наташ, привет. Наконец-то я дозвонился. Как дела? Чем занимаешься? Вино пью. А ты что хотел? Давай встретимся. Я хотел бы увидеться с тобой, поговорить. Просто как-то пикник не очень получился. Ты уже и так знаешь сегодня. Молодец, конечно. Я с Машкой поссорилась. Ну, подъезжаю. Все равно уже сижу одна. Все, давай. Сейчас буду скоро. Я очень рад, что я наконец-то дозвонился Наташа. Видимо, она какая-то особенная. Я не знаю, почему я так парюсь из-за девушки, но она мне сильно понравилась. Но я не жалею, что я помог Диме. Натали, привет. О, привет. Привет. Ты одна? Да. А я к тебе присяду. Давай ты. А ты одна? Да. Я думала, ты кого-то ждешь. Нет? Сама. Ты что-то с Машкой поругались так? Заехала. У нас тоже с Лейлой они все так гладко. Немножко повздорили. Так а вы чего именно из-за чего? Из-за Димы? Можно сказать, из-за Димы. Но, скорее всего, из-за того, что не поняли друг друга. А мы из-за Леши. Леша просто устроил там немножко такой сюрприз. Позвал Диму. Не сказал нам об этом. Так Машка психанул. Дело в том, что, когда я к тебе приходила, я пересмотрела меню, потом порыла немножечко в интернете информацию о твоей работе, заходила на твои сайты, посмотрела, и я была крайне удивлена, потому что приятно удивлена, что у тебя очень хорошо настроена работа, очень все хорошо работает. Но у меня есть предложение, чтобы вынести некие коррективы в твою, скажем так, работу. Какие? Я тебе хочу предложить, чтобы ты поставил на продажу двух девочек, ну, там, мальчиков, девочек, двух хороших продавцов. Продавцов я тебе сама найду, чтобы именно в телефонном режиме они могли продавать, потому что в телефонном режиме гораздо легче найти клиентов. Я могу тебе дать стопроцентную гарантию, что на протяжении недели, на протяжении недели ты уже увидишь результат. Неделя? Это уже интересно. А ты что хочешь за это? Я что хочу. Мне достаточно недели для того, чтобы ты увидел, как продажи возрастут, да? Чтобы не было пустословия. А потом мы уже с тобой более, скажем так, детально можем обговорить мою и твою возможность. Давай попробуем. Таня Поп удивила меня своим предложением. Сначала я подумал, что это шутка, или она меня разводит на бабло. Но когда она сказала, что будет работать бесплатно, я подумал, почему нет. Мое предложение, оно действительно реальное, потому что я на протяжении пяти лет проводила тренинги по продажам. В основном специализируюсь по телефонным продажам. Поэтому в этом бизнесе я профи. Слушай, ну я очень рад, что ты дозвонился. Ну мне кажется, тебе тоже надо позвонить Маше и пригласить ее куда-то. Куда? Чтобы доказать, что ты как-то сам. Ну если бы она хотя бы трубку еще брала, понимаешь? Слушай, а ты не хочешь, может, я ей предложу куда-то поехать, и мы куда-то вместе увидимся. Ты с Наташей, я с Машей, было бы прикольно. А с удовольствием. Мама хотя бы трубочку взяла. Привет, мальчики. Привет, девочки. Рада вас видеть. Привет. Это Андрей, вы, кажется, знакомый. Привет. Знакомый, конечно. Мы же были на вечеринке, когда все обливались. Точно. Спасибо, что напомнила. Когда они там целовались втроем? Да. А, я понял. Интересно. Но заманчиво, заманчиво. Слухи по городу расходятся быстро. Конечно. Кстати, хорошо, что ты отказался сняться у меня в клипе. Я не отказался. В нем снимется Андрей. Я не отказался. Я просто бы в нем не снимался. В нем снимется Андрей. Ну я очень рад просто. Потому что он такой красивый, накачанный. Да. Он очень хорошо справится с ролью Джеймса Бонда. Конечно, я уверен. Это бы никак не прокатило. Конечно, нет. Я же из породы какой-то. Ребята, давайте не будем тянуть время. Мы немножко опаздываем, ребята. Мы в киношечку едем. Нечего сочувствовать. Нам нужно в киношку на премьеру. Потому что хорошего настроения. Все, давай, Джеймс. Джеймс Бонда и его девушка. Я взагалі на Кароліну наобразовался. Навпаки, я дуже тишуся, що вона замість мене знайшла собі хлопця, нову жертву. И будет до него очеплятися. И не буде мене переследувати. А Мяновського мені взагалі шкода. Альо, Танюш, приветик. Зайчик, мені нужно тебя увидеть сейчас. Та де знаходишся, я подъеду. А що ти робиш в гостиничному номері? Інтересно, интересно. Хорошо. Сейчас тогда подъеду. Натали, я предлагаю нам с тобою выпить за крепкую женскую дружбу. Давай. Ну вот, настроение поднимается. Предлагаю сразу на бар. Это нет. Сразу же на бар. Здравствуйте. Наталья, красиво я прекрасно. Привет. Какая приятная встреча. Девочки, с удовольствием пьем. За вас. Остань прекрасных и шикарных. Особенно приятно, что сегодня обошлось без фотографа. Он занят на другой съемке. Так, с этого момента поподробнее. Он, наверное, сегодня фотографирует Татьяну. Хуй, Татьяна. И кто у нас Татьяна? Ты можешь любое имя назвать. Гоша Скотта. Ах, Коша Лавилас. У нас Гоша, да. Мне кажется, вы абсолютно неверно думаете о Гоши. Я в восторге от встречи. Не случайно. Какой? Этот или Дом? Конечно же нет. Виталий, ты не кажется... Ты друг его или нет? Мне кажется, придется избить тебя. Сейчас, одну секундочку. Сейчас подойду. Алла. Ну что ты? Короче, на самом деле, мы, знаешь, злимся из-за каких-то мужиков. Непонятно зачем. И мне это не нравится. И всем не неприятно. Из-за них ругаться, это бред, полонишь. Понимаешь, да, что ты не права? Я же тебе кухаю. А где ты вообще? Можно вина, пожалуйста, еще. Долго будешь? Давай, хорошо, я туда подъеду к тебе. Окей? Все, целую тебя. Да, давай. Пока. Спасибо. Все хорошо? Все отлично. Ребята, я, наверное, уже пойду. Я вас приду, если вы не против. Только до такси. Ну ладно. Пойдем. Докуда ты рассчитывал, Виталий? А докуда это я уже объясню Вике наедине. О-о-о. Я на всякий случай попрощаюсь, мало ли. О-о. Ну давай, я думаю, ты вернешься. Пока. Ну, посмотрим. Викуся. Наталья, я рад, что мы остались вдвоем. Я думаю, ты не думаешь. С большим восторгом к тебе отношусь. Добрый вечер. Что вы тут забыли? Дима. Здесь надо спросить. Привет. Как видишь, мы милая. Беседуем. Ах, конечно, рада была встретить сегодня. Жаль, что ты уезжаешь. Прекрасная погода. И столь красивая девушка рядом, столь симпатичная и обаятельная. Погода прекрасная, настроение не очень. Чего? Немного расстроена тем, что мы с Лейлой поругались. А я знаю, как вас можно поверить. Я пригласил ее на выступу. Давай ты туда подъедешь. Будто ты случайно подъехала, или мы встретились. Я договорился. А я, может, не знал, что ты там подруга Лейлы, к примеру. Нужно очень аккуратно это сделать, чтобы это наоборот. Да, чтобы это не смотрелось, как подстава или тому подобное. Но я думаю, все получится. Ну, давай попробуем. Давай? Давай. Мое такси приехало. Да. Жалко тебя поставить. Спасибо тебе огромное. Давай, пока. Давай, счастливо. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Я знала, что ты улыбнешься Дело в том, что я вообще не сторонница походов к таким людям Потому что считаю, что судьба каждого человека в его руках Но тем не менее, в связи с последними нашими событиями с Гошей Я посчитала нужным съездить и спросить о нем У меня вопрос, а что же попросил Гоша в качестве спасибо за свою помощь? Не то, что я сейчас вижу Алена, при чем здесь это? Ну и как он? Ну, давай не будем об этом Ты не против? Я тоже хотел поговорить с Наташей Ну это же зависит от Наташи Присядешь? Да нет, я хотел поговорить с тобой наедине Ну ладно, сейчас я вам иду Я наблюдаю за тобой, запомни это Я не боюсь Я без угроз Я верю тебе Ну как дела? Ничего, все хорошо, Дима, как ты? Тоже ничего, потихоньку Вы тут сидите, отдыхаете? Да, немножко Ну друг мой, извини, я поздороваюсь Давай, давай, конечно Привет Опа Привет Как дела? Нормально Ничего себе Присядь Я к Наташу пришла Ну присядь, присядь на секунду Они там говорят, я тебе расскажу А ты что знаешь? А я с Лешей приехал Мы же вместе с Лешей приехали И он захотел переговориться с Наташей Как там Валера, не обижается? Ничего, нормально? Ну я не знаю, я с ним не общалась У вас якобы отношения, да? Ну я, честно говоря, первый раз сама услышала Что Валера сказала, что у нас отношения Я не знала А вы не обсуждали это, да? Ну нет Официально мы не обсуждали этот вопрос Ну он мой очень хороший друг Мы сколько лет уже дружим просто А у тебя когда-то? А я с тебя уже рассказывал, по-моему Ты не хотела слушать Это было в лесу Это было при таких обстоятельствах Знаешь, что не каждый человек захочет это слушать Она говорит, что все между нами закончено И тому подобное Я увидел, честно случайно, Гошу Которого дарят ей цветы Возле театра И вот тогда это все произошло Тогда мы расстались Как она говорит, окончательно, полностью Прикольно Не, очень прикольно Что ты не знала, что ты с Валерой встречаешься Это тоже прикольно Потому что он мне говорит, что ему не нравится Когда он видит меня с тобой постоянно Мне на Валера очень хороший, близкий мой друг Но я сама была удивлена Что он сказал, что у нас отношения с ним Так вот, я предлагаю, может быть, поедем куда-то за пределы Киева В какое-то красивое место вдвоем Ну, может, ты объясни, что это такое Просто я, как ни приду, все время встречаю Гошу Леша Мы же договаривались встретиться вдвоем вроде Пожалуйста, только не сейчас Я тебя умоляю Такой день дурной Давай еще три выяснения Почему здесь Гоша Не, ну мне хочется выяснить Потому что я вроде договаривался встретиться с тобой А не втроем с Гошей И посидеть, типа провести время Может, мы вместе будем в кино ходить втроем Это совершенно другие пасточки Я просто думал, у нас завязываются какие-то отношения Я очень хотела, чтобы все-таки со мной в следующий раз Они не разбирались Твои девушки Твои девушки? Да, они выясняли, ну, девушка В последнее время у меня ничего и ни с кем не клеится Я вот смотрю, что еще карта выпала Что этот человек разрушительно влияет на вашу жизнь Есть еще один человек Как возможный шанс в вашей жизни Мне нравится один молодой человек Будут ли у нас с ним какие-то отношения Как человека зовут? Гоша Будем гонять? Да давай, ну раз приехали, хоть попробуем разок Скажи Да, да Лейла Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!